Программа «Есть тудэ» в эфире канала Телемикс. Сегодня этот день встречает с вами Артём Столяров и Алёна Варфоломеева. А дни-то летят, да, Артём? Да. Март заканчивается вот недавно. Был Новый год. Новогодние каникулы. Это точно. По щелчку пальца. Бам! И всё. И конец марта. Вот тебе и лето, летушка. Не за горами. Очень радует. Вот это радует. Два месяца. Я сам не люблю лето. Почему? Жарко мне. Ну, у нас, да, жарковато. Но это же море. Детские каникулы. Если родители прям так переживают, а они переживают. Мне надо сразу август. Грибы. Ты грибник. Ещё тот. Грибоед. Грибоед. Это я грибоед. Артём Грибник. А что ты делаешь сейчас? Сейчас чищу кальмарчик. Ага. Если я ещё не окончательно отстал от жизни, по-моему, пост идёт великий. Да. Всё ещё. Делок выходным. Вот. И, ну что ж, говорят, что в выходные дни можно позволять себе рыбу. Угу. Вот. Сейчас мы приготовим простейшее, но очень вкусное и полезное блюдо из кальмара. Как видите, на столе у нас всего три продукта. Это морковь, брокколи и кальмар. Зелебобу не считаем. Зелебобу. Зелебобу. Да, зелебобу. Для нашей поддержки настроения всё яркое. А брокколи. Брокколи, морковь и кальмары. Вот. Удаляю лишнюю плёнку из кальмара, для того, чтобы при жарке он не сокращался и тем самым не ломая структуру фарша. Угу. Ой, а у них ещё внутри есть позвоночник, да? Хорда называется. Это хитиновая, да. Угу. О, я люблю течение кальмара, только я прям очень это всё делаю вот так вот выворачиваю, просматриваю вот эти пластмасски. Можно я вот так её вытащу? Пластмассочки. Вот это? Да. Хорда. Вот. Она выглядит как пластмасса, и на ощупь примерно такая же. Да, ну на вкус. На вкус пробовать. Несколько, да, несколько ободрит дёсна и так, известно похрустывает. Шутки от Артёма, на сюжет прервёмся. Шутки-прибаутки. Какой император отменил крепостное право? Александр Первый. Какой император отменил крепостное право? Может, на него? Нет, да там... Мне бы там стыдно, очень. Какой император отменил крепостное право? Что? Пётр Первый. Отменил крепостное право? Наверное, да. Мой дедушка. Тоже не скажу сейчас уже. Александр Второй. Пётр Первый? Нет. Что такое пакт Молотова-Риббентропа? Вообще, о чём он был. Что такое пакт Молотова-Риббентропа? Не знаю. Вот и попробуй, ответь. А мы так и не знаем этого всего бабуля. Нам на восьмой десяток уже попробуй-ка угадать. О какой войне говорится в произведении Льва Толстого «Война и мир»? 12-й год, 1812 год. Между Францией и Россией. Великая отечественная. Мировая. Просто отечественная. Великая отечественная. Просто отечественная. Первая мировая. Всё забыла напрочь. Просто отечественная. 12-й год. Вот, как делаю. 1812 год. Кальмар наш чистится для чего? Что у нас будет окончательным блюдом? Вот, постимся, постимся. Что так котлет захотелось? Котлет. Бабушкиных. Да. Сделаем котлет из кальмара. С зелёным луком. Вот. Сварим брокколи. Обжарим её. И морковочку. Такое постненькое, да? Но всё-таки котлеты. Уже на вкус оно само по себе слово прям такое вкусное ожидается. Котлеты такое. Котлеточка. Домашнее такое слово. Да. Горячее. Март у нас заканчивается, но он был очень насыщенным на праздники. Вот во многих странах праздник не только у нас, да? Какие-то масленица у нас был 8 марта, международный женский день. Во Франции есть даже целый день бабушек. Это женщины, дамы, милые дамы, которым за 55 лет посвящают им целый день. Так эти бабушки, но они наверняка не похожи на наших милых русских бабушек, там мадамы собирают, снаряжаются. С сигаретами. С сигаретами. Курят, небось. Попивают ликерчик, внуки к ним приходят, дарят им подарки. Бабушки не те уже пошли во Францию. Бабушки не те. Турагентство им предоставляет скидки на поездки. В Таиланд, да? Ну нет, они, кстати, задумайтесь об этом. Но какие-то экскурсии может быть. И вот они с внуками со своими туда ходят. В магазинах скидки. В общем, уезжаю лет так через сайт, наверное, стареть во Францию. Прям будет. И бабушки будут жарить там котлетки. Бабушкой буду 55-летней. Да. Под аккордеон. Не под баян хочешь ты частушки петь. Да, да, да. Под аккордеон. Мимчик будет такой ходить. Аркадион. Игра слов. Игра слов, игра инструментов. Совсем недавно в нашем крае прошли обильные осадки. Они не остались незамеченные никем. А у меня, Артем, произошел сбой в системе. Что это такое? Я думала, что у меня сломалась голова. Потому что я уже, как умная Маша, убрала все свои зимние вещи утепленные. Они и так у меня не особо теплые. Но все равно куртка такая с подшерстком. Достала свои любимые рваные джинсы. Убрала шапку, которую решала всю зиму. С какой прической мне сегодня ходить. Купила велосипед. Ну и все. Ну, отлично. А тут погода устраивает нам вот такой вот просто сюрприз. Это было, конечно, нечто. Но зиму я люблю. Я была рада, что снег все-таки выпал. Я на него посмотрела. Демоверсия. Но этого дня было достаточно. Может быть, у нас теперь погода решит, что... Ну, велосипед, слава богу, кушать не просит. Поэтому все нормально. Пусть стоит. Джинсы, рваные свои, значит, зашивай дыры на них. Одевай и на улицу. Не беспокойся. Вот. Потом распоришь. Бабушка, столько лет покушается их залатать. А шапку? Это, знаешь, мой один из любимых мультиков. Про черепашку. Карусель. Карусель. Как она собирается, что там, на футбол или на лыжах кататься. Вот вообще такой классный. Выходит. Милейший. И тут... А в Яралашу тоже такой. Помнишь, было, когда мальчик... Яралаш не то. Почему? Серега, выходи башню строить. А он такой под кровать залез и на ксилофоне. А вот черепашка. Та-ти-та-ти-та-ти-та-та. Ну, черепашку тоже, да. Но Яралаш переиграл. Ой, в общем, сбой у нас произошел. Такой... Ну, у меня, по крайней мере, точно. Синоптики, не хулиганьте. Погода на нашем канале. Хотите все и сразу? Тогда добро пожаловать в Евразию. Товары для дома, отдыха и досуга. Игрушки, посуда, констовары, стройматериалы и многое другое. Все необходимое в одном месте. Цены вас приятно порадуют. Аптова розничная база «Евразия». Улица Резервная, 17. С нами удобно. Хорошего настроения желает Аптова розничная база «Евразия». Все необходимое в одном месте. А прогноз погоды на 29 марта. В студии Анна Матвьяз. Здравствуйте. В Владивостоке в пятницу облачно с прояснением, без осадков. Температура воздуха плюс 4. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность комфортная. Ветер восточно-умеренный. Мусориски 29 марта. Малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха плюс 5. Атмосферное давление в норме. Влажность низкая. Ветер северный умеренный до сильного. С нами надежный партнер. Строительная компания «Водострой». О погоде все. До встречи. Дом там, где счастье. Обрести его поможет компания «Водострой». Многоквартирный жилой дом на улице Чечерина, 141. Это отличная планировка квартир, крытая парковка и коммерческие помещения. Возможно приобретение в ипотеку и с использованием материнского капитала. Мне доверили порезать морковочку. Я увлеченно рассказывала Артему про свой сбой в системе, поэтому начну я нарезать только сейчас. За это время Артем уже нарезал брокколи. Очень быстро ты этим все делаешь. Да, я все делаю очень быстро. А весну я все равно очень люблю. С детства люблю, знаешь, когда сосульки вот эти вот. Сосульки недавно с женой, значит, разворачиваемся около магазина там в Самбире. Идет парень такой с рюкзачком, школьник. Наверное, класс, наверное, пятый. Может, третий. Сейчас четвертый есть класс? Есть. А, ну, значит, может, четвертый. Тот возраст, когда дети, ну, нередко ошибаются, а может быть, даже и забывают, какая она зима, подходит к автомобилю и... И сосулина такая до асфальта. Черная, да. Из-под порога. Он ее ломает. И мы с женой такие, раз, она аж по тормозам. И смотрим друг на друга. А как ты думаешь, что он сейчас будет делать с этим? И он скрылся за автомобилями. И осталось все интригой. Так вот, милый друг, юный друг, мы всей семьей надеемся, что ты поступил правильно. И не начал ее есть. А просто выкинул, как, знаешь, в детстве разбивают прям так. В сосульке. Да, просто шел, увидел, сорвал и выбросил. А слякоть, как в детстве мы все любили. Слякоть, какое слово? Очень смачное, между прочим, когда вот эта вот вся кваша, няша, как она поиначе называется. Знаешь, ну, вообще, вот слово сосулька. Хорошо, когда сосулька, это, ну, весенняя. А ведь бывают сосульки, когда вот она большая, и потом резкий мороз. Вот в детстве было не совсем понятно, когда ее есть, в какой сезон, и почему иногда она отрывает до крови губы, а иногда очень даже ничего. Либо она подтаявшая такая, да, все уже? Да, потом уже понятно стало, что откуда в сосульках песок, там. Это уже, как бы, учишься с годами, опыт приходит. Ну, вот почему она ранит рот. Друзья, познайте, что сосульки при температуре минус 5 градусов есть не рекомендуется. Прилипаешь к ним губами. Да, ну, или хотя бы подогреть микроволновки. Ну, или хотя бы пессимистично смотреть на все это, на вот эту грязь весеннюю, как-то неприятнее стало. Весенняя слякотка? Да, да, да. Ты знаешь, ничего так. Если наблюдать, ну, наблюдать из пассажирского сидения, вот, то в принципе, в принципе, очень даже ничего. И когда все это сопровождается шашлычным дымком мяса маринованного с добавлением уксуса, как в советские времена. Вот это самое, конечно, вот эта слякоть и кисленький шашлык. Самое то, ребята. В уксусе, да. В своем, в своем соку. Мы так увлеченно с Артемом разговариваем. Таскает у меня морковку. Осталось у меня чуть-чуть кусочек рекламы на нашем канале. Есть Тодей в эфире канала Телемикс. Приветствуем всех, кто к нам только что присоединился. У нас здесь кальмар. Сейчас, я так понимаю, будем их перемалывать. Готовим сегодня кальмарные, кальмаровые котлетки. Сейчас прям... Да, кальмарные котлетули с зеленым луком. На гарнир брокколи и морковь. Постная? Вот и все. Очень вкусная. Мало кто знает, как готовить кальмарные котлеты. На самом деле все очень просто. По ресторану вкусно. И по-постному полезно. Да, на рыбный четверг, на выходные известно, что можно в некоторые дни употреблять рыбу. Так, только сразу договорились, дорогой зритель. Значит, кто видел, вот кто видел, если ты видел, как готовятся эти котлеты, никому больше не говори. Так. Вот, секрет рецепта только для тех, кто видел своими глазами. Никому не рассказываем. С бабушкой котлетами этими не делимся. Бабушка пускай у нас учит сама. Прям будем их перемалывать? Сейчас немножко, да. Я обращаю внимание, что взял вот такую широченную решетку, самую крупную. Кальмар, он любит, чтобы были кусочки покрупнее. Вот, кроме того, все пленки, и верхний, и нижний, мы сняли, чтобы он не сокращался. Вот, сейчас очень быстро я прожужжу. Хорошо. Мы не прерываемся, очень быстро это будет происходить. Вот так. Вот, а ты, Алена, уже можешь подготавливать доску, чтобы резать зеленый лук. Хорошо. Так. Доска. И ножичек. Из-за либоба. Сколько нам нужно будет хвостиков? Нужно будет побольше. Побольше. Весь возьмем? Ну, почти весь, да, почти весь. Вот, очень быстро. Так, резиночка. У нас. Приготовился фарш. Секундное дело, просто очень быстро. Да. Мне пока лук. Так, лук, белую часть отделяем от... Просто уберем. От зелени, да. И зеленый лук нарезаем. Значит, я поставил воду, она закипела. Вот у меня морковь здесь стоит, если возможно крупный план, да. Закинул морковь крупными брусочками. В воду добавил соль и сахар. Почему? Потому что не всякая морковь зимняя обладает теми сладкими свойствами, которые мы привыкли от нее видеть в сезон. Да, это отдачная морковь, поэтому вот у меня здесь еще остались кусочки кальмара, я их положу тоже сюда, в фарш. Они маленькие, думаю, что не помешают. Да, они небольшие и, я думаю, плохо не будет. Лук я отделила беленькие, подскажешь мне как? Уберем сейчас мясорубку. Так, а я пока лук здесь. Крышочек уберу, у меня остались одни вершочки. Отдать тебе его или доверишь мне? Дай часть мне, чтобы я показал тебе, как это делается. Маловато лука мне. Так, ну, я могу тебе тогда отдать вот этот. Давай весь. Давай. А мне можно еще взять тут? Да. Ну, вот он весь и получится. Зеленый лучок очень-очень удачно с кальмаром сочетается. Вот. И что хочу еще сказать. Очень важная вещь для кальмарных котлет. Я никогда не добавляю соль. Почему? Потому что это морепродукт, в нем уже есть соль. Вот, мы ведь его не варим в воде, и он не будет в пресную воду отдавать свою соль. А мы его жарим. Это значит, что вся соль останется в нем. Вот, чтобы не пересолить, мы соль добавлять не будем. Да. Максимум, что мы можем сделать, это добавить немного черного перца. Вот. Вот. Вот наш перец. Вот, свежемолотый. Очень любим свежемолотый именно перчик. Но особо выдающийся аромат. Угу. Ну, мне пока пахнет только луком зеленым. Мы добавим, самую малость у нас есть здесь, крахмал. Буквально чайную ложку. Для чего, сейчас я объясню. Все вы заметили, что кальмар при тепловой обработке выделяет много собственной жидкости. Ну, следствием чего является то, что он очень сильно теряет в объеме. Угу. Вот. То есть, это потому, что много жидкости выделяет. Вот для того, чтобы вся жидкость и вот этот вкусный кальмарный сок остался внутри котлеты, я добавляю сюда немного крахмала и немного панировочных сухарей. А лук мой? Так вот, сухари берут в себя лишнюю влагу сразу до жарки, перед жаркой, и помогут котлетам слепиться, слипнуться. Да. А крахмал при жарке, при нагревании кальмара, растворит себе этот сок и как бы заклистеризует его и оставит котлеты сочными. То есть, сухари для того, чтобы сразу забрать лишнюю влагу, чтобы слипся, а крахмал для того, чтобы при жарке. Лучок мы добавим туда или он у нас останется? Лучок добавляем сюда. Хорошо. Добавляем. Ну, а пока прорвемся на сюжет. Здравствуйте, с вами Мария Суботина. И тема сегодняшнего сюжета – славянская культура. В славянской традиции большое значение всегда уделялось оберегам. Например, у меня есть оберег женский, лунница. Также обереги есть мужские, женские и для дома. И сегодня мы будем делать именно такой. И для изготовления нашего оберега нам понадобятся различные крупы, бутылка, ножницы, клей-пистолет, кусочек ткани и колоски пшеницы. И начнем мы с овсяной крупы. Овес у славян означал здоровье и долголетие. Фасоль изначала зарождение новой жизни. Гречка и рис символизируют плодородие и достаток. Чечевица отвечает за мир и лад в доме. А перловка же считалась, что оберегает от дурных сглазов и злых помыслов. Горох отвечает за плодородие и богатство. Наш оберег почти готов и теперь нам осталось только украсить бутылочку. Наш оберег готов. Его можно поставить на кухню на видное место. Тогда это будут украшения интерьера. А можно спрятать подальше от чужих глаз. И тогда он будет выполнять свою функцию оберега в полной мере. Готовим мы сегодня в отличном настроении. Не секрет, что для приготовления еды только такое и нужно. Принудительно, наверное, готовят только наши мамы любимые, ну и, конечно же, повара. Причем, как ты считаешь, важно ли быть в отличном настроении? Важно быть в отличном настроении. Очень важно. К тому же, то есть, максимум, что может спасти ситуацию, это если ты не в настроении, и с помощью еды ты приходишь в нужное настроение. Вот, оно меняется в лучшую сторону. Да. Но если ты знаешь изначально, что ты сейчас в такое настроение и лучше не станет, нужно тогда любую возможность использовать для того, чтобы, ну, избежать готовки. Хотеть нужно готовить, чтобы это получилось вкусно. Бывает такое, что я поражаюсь, как мамы это делают. Вот меня ни в каком не заставить. Я не обремена семьей, поэтому я, если я не хочу готовить, я не буду готовить. Ну, так вот, мамы, они как раз и с помощью готовки, скорее всего, и успокоительный эффект получают. А потом, когда это еще кушают, и хвалите своих мам, и хвалите своих пап, кто готовит у вас на кухне. Как это вкусно, им так приятно это слышать. Мы же как должное. Доедайте до конца. Да. Хвалите, благодарите. А еще мойте посуду. Это будет самый лучший подарок, наверное, для мамы. Мы же как должное покушали быстро и с кухни убежали, да. Но на самом деле, маме это так хочется услышать, что накормила сыночку, дочек, всю свою семью. Старалась. Готовила. Вот, посмотри. Мы бросили брокколи в кипящую воду. Морковь я положил почти сразу. Вот, она прокипела буквально 3-4 минутки. Я люблю морковь аль денте, что значит на 70% готовую, вот, с легким хрустом. И мы сейчас добавили брокколи. Первое, что произошло, это цвет брокколи стал более ярким, более сочным, активным. Когда бросаешь брокколи в кипяток, сразу он становится вот как на картинке. Играет совсем по другому. Неоновый прям такой цвет. Верно, неоновый. Вот. Сейчас немного доведем до кипения. И что? И будем снимать. Да, в фарш мы еще добавили немножко сухарей. Консистенцию можно показать? Да, фарш у нас постоял порядка, там, ну, около 20 минут минимум. Вот, и крахмал распределился, сухари вобрали в себя лишнюю. Но при всем при этом, посмотрите, мы не видим здесь какого-то такого хлебного изделия, да, как раньше в студенческих столовых. Вот, мы видим здесь, да, присутствие сухарей, но они не являются основным продуктом, что радует и говорит о том, что котлеты будут из кальмара, а не с кальмаром. Из хлеба, но с кальмаром. Да. Включаем сковородку, готовимся к жарению, вот, и мы сейчас можем с тобой посмотреть сюжет и продолжим. Хорошо. С отличным настроением мы вернулись к нам в студию, а почему с отличным? Ну, потому что весна набирает свои обороты, наконец-то, и свои обороты набирают... Котлетули. Котлетки. Формовка какая? Такая у нас будет? Все просто, да, ну, стараемся, как можно меньше трещин такие, чтобы они были у нас целостные, котлетки. Вот эти вот такие в виде беточков приготовим. Ух ты. Вообще, что я хочу сказать по этому поводу? Нямушка. Хорошая еда. А по цвету как красиво и полезно, как будет, и вкусно, как будет нежненькие прям котлеточки. Так, формовочку. Мы дальше их что будем? Просто обожать? Вот обычно я использую кальмар неочищенный, туда идут и ушки кальмара, да? Но сегодня вот у нас такой кальмар очищенный. А пробовал делать с этими, которые, лапки их? С щупальцами? С щупальцами. Ну, думаю, будет несколько жестковато. Щупальцы я предпочитаю сушить в домашних условиях. Вот, очень я это дело люблю. Ты их подсаливаешь, прям сушишь, получается, как в магазине продаются, да? Лучше. О, как классно. Лучше. Так, сейчас, Алена, дай мне, пожалуйста, деревянную шпажку острую. Хорошо. Вот, я проверю готовность брокколи. Вот, что-то мне подсказывает, что уже вот-вот-вот-вот привод. Точно. Должны прям все, да, быть? Вот, я откидываю. Вот, если сделать это и сразу в ледяную воду, вот, моментально, значит, остановить процесс варки, то они еще и брокколи, еще и цвет свой сохранит, вот такой вот шикарный, вот этот. Вот, но, к сожалению, или к счастью, да, я решил сделать все-таки гарнир горячий котлетам из кальмара. И в ледяную воду мы поэтому опускать их не будем. Ничего, немножко потеряет цвет, но зато будут горяченькие. Вот, для... Так вот. Тарелка летнего цвета, просто колористика невероятная. Морковка стала как будто еще оранжевей. Добавим капельку, капельку вот своего соуса, совсем немного, немного растительного масла, вот. И ты, Алена, можешь уже ложечкой перемешать это дело. У меня нагрета сковорода. Так. Перемесь... Ой, прям вообще лето у нас в тарелке. Так, нагрета сковорода. Еще немного, и мы будем жарить котлеты из кальмара. Жарятся они очень быстро. Буквально две-три минуты с каждой стороны, потому что все-таки это морепродукт. Нет уж ничего, да? Просто вот они обжарились. Да. Обжарились и можно есть. Так, наша перемешечка. Так. А ты делал какие-нибудь еще, например, не кальмары, а... Крабовые. Ух ты! Креветка. Креветковые, да. Лососевые. Угу. О, деликатес. Я сейчас очень люблю морепродукты, просто безумно. Вот. Но у нас сейчас... Следующая наша передача, мы наоборот, сделаем акцент на более бюджетные блюда. Вот. Те, которые можно... Продукты, которые можно найти на рынке. Всегда. Угу. Вот. Блюда на каждый день хотят. Креплит из кальмара тоже очень даже... Тоже? А что у нас там? Лук да кальмар. Очень даже на каждый день. В принципе, кальмар не очень дорого, особенно когда у тебя большая семья, и ты берешь больше, чем можно. Да, большая семья, много рук, все чистят. Все чистят. Да. А пока чистят, смотрим рекламу. Мы уже начинаем жарить наши котлеты. Ну, как мы, я стою, поддерживаю просто. И Артем выкладывает. Прямо близенько к друг другу, да? Ничего не будет приставать. Да. Переживать нам нечем. Тоже, когда готовлю, стараюсь накладывать поплотнее. Лень, наверное, сыграет свое, чтобы не ждать там. А прям иногда бывает много котлеток. Я делаю растрепки, куриное филе. И прилипают они друг к другу. Ну, ничего страшного, я потом вилкой так их делю. Да, можно одну большую сделать. И потом разрезать. Да. Ну, кстати. А можно и не резать. И съесть так. Ну, иногда хочется. Сколько будем жарить? Напомни мне? Минуту? Ну, по три минуты с каждой стороны. По три? Да. И этого будет вполне достаточно. Вот, я сделал огонь такой небольшой. У меня было как-то однажды, я переварила кальмар, и он превратился в прям... У меня салат был резиновый. Ну, салат самый такой, знаешь, популярный на Новый год, когда родители делают, с яйцом, луком и кальмара. Так вот, кальмар переварился, не жевался, но я съела. Люблю морепродукты, просто сил нет. Вот, видишь, какие они румяные. Да, прям золотиночки. Да, так и хочется так сказать. Потому что они золотистые. Золотце у нас, а не котлеточки. Ну, так мы заканчиваем наш март рецептов. Было за все это время сотня. Да. Так мы заканчиваем серию постных блюд. Хотя пост еще идет. А мы уже не можем больше терпеть. Да, делают какую-то просто не жирную, слишком не... Чувствуешь этот аромат? Да. Жалко, когда уже, пожалуйста, товарищи изобретатели, сделайте штуку, которая будет передавать запахи. Через интернет, телефоны, через телевизор, чтобы ты такой... Кинотеатр же есть? 4D, по-моему. Потер такую бумажечку и понюхал, какие-то раньше были. Да, а сейчас почему-то не делают такое больше. Наверное, не взыграла свою популярность, не взялась. Может быть, просто пришли люди, которые снюхали все бумажечки. И соскали на этом баста. Да. Будем это все вприкуску. Овощи наши немножко еще остывают. Котлетки наши жарятся. Так, еще маслица немного добавлю. А в марте в какой-то стране даже есть день сладостей. Дети, забегать раньше был. Сладости забегали. Ну, что-то типа колядок. Наверное, да. И выпрашивали, да, эти нам, да, эти нам сладости. А сейчас... Ну, это и праздник урожая, это Хэллоуин. В Росландии, по-моему, да. И вот колядки у нас. Выпрашивали сладости. Потом это, видать, как-то у них все немножко переработалось. Праздник остался, но готовят только сладости дома в этот день. А в Таиланде в марте празднуют День слонов. Наряжают их всякие разные одежки. Они, кстати говоря, тоже неплохо выпрашивают сладости. На слонах? Да, туристы говорят, что... Нет, слоны тоже выпрашивают сладости для себя. Даже выхватывают из рук, говорят. Замечательно умные животные, да, вот эти вот глаза просто, человеческий взгляд такой добрющий. Слоны очень хорошо, что с нами дружат. И мы с ними дружим, и любим. Да, слон друг человека, я тоже считаю. Как дельфин. А если он еще и домашний? Ну, мам, заведем слоненка, да? Да. Посмотрим, какие еще есть позитивные новости у нас в мире. Исследования на Луне и за ее пределами. Так называется новая выставка в итальянском городе Пиза. Ее посвятили знаменательной дате в истории изучения космоса. 50 лет назад на спутнике Земли впервые побывали люди. Тысячи лет люди смотрели на звездное небо. Теперь мы уже не видим его так из-за светового загрязнения. Но когда не было электричества, они смотрели на небо и, вероятно, думали, есть ли кто-нибудь там. Тысячи лет мы пытались найти ответ на этот вопрос и узнать, одни ли мы во Вселенной. На Луну первыми вступили американцы Нил Армстронг и Бас Олдрин. Это произошло 21 июля 1969 года. Астронавты пробыли на лунной поверхности два с половиной часа, разместили научные приборы и собрали образцы лунного грунта. Выставка также рассказывает о первой собаке-космонавте по кличке Лайка и о первом полете в космос человека Юрия Гагарина. А эти стенды посвящены Валентине Киришковой, первой женщине-космонавту. Представлены и фотографии, сделанные из космоса. На них запечатлено исчезновение Аральского моря и рост китайского города Шанхай. А это будущее поселение людей на Луне. О колонизации спутника Земли и далекого Марса говорят уже во многих странах. Наше исследование космоса продвинулось за последние 50 лет от Марса, куда НАСА уже отправила шесть роверов, до других мест Солнечной системы. На выставке можно увидеть и миниатюрные копии космических аппаратов. Это из Киапарелли, разработанной Европейским космическим агентством, и спутник Космос «Хаймед», и лёгкая одноразовая ракета «Вега». «Мы делаем всё это для того, чтобы выйти за рамки умозрительных рассуждений, чтобы увидеть, что есть в космосе. Это всегда вдохновляло человечество. И также мы проводим исследования для того, чтобы лучше понять Землю, улучшить нашу жизнь на ней и уменьшить нагрузку на неё». Выставка в Пизе будет проходить до 21 июля. Наши котлетки поджарились, дали нам такого цвета, прям золотистого, а аромат неописуемый. Не пахнет кальмаром, не пахнет рыбой, а вот прям вкусной котлетой. Вкусной котлетой, но запах именно морепродукта. Ну да, нету какого-то бывает, что очень вкусно пахнет. К этому ко всему. Да, мы приготовили гарнир вот этот. Овощи. Да, сейчас положу на небольшую тарелку. Зелёный брокколи. Вот так. Я думаю, что на такой тарелке как-то более презентабельнее смотрится. Зелёный и оранжевый такой прям. Такие краски, да. Контраст. Ммм. Ну, нямушка. Безусловно. Так. Вот так. Ещё, может быть, последние штрихи в виде. Зелебоба? В виде, да. Зелебоба. Веточка. Петрушка? Петрушечка. Петрушка. Ну, вот и всё, друзья. Замечательный. Ещё один рецептик. Здоровый, сочный гарнир. Вкусно, аромат. Котлетки. Для вас сегодня старались Артём Столяров, Алена Барфоломеева. Мы тоже вас видим. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...